Всем привет! Новый год начался, но пока что еще очень многие продолжают подводить итоги ушедшего 23-го, и это вполне правильно. Вот и нам хотелось бы немного заглянуть назад, в каком контексте. Дело в том, что, казалось бы, после 2022-го и всех точек над и в деле Джонни Деппа и Эмбер Хёрд, данный тренд, когда голливудские звезды, в основном мужчины, оказываются в центре грандиозных скандалов, как бы это помягче сказать, крайне щекотливого характера, с очень даже серьезными обвинениями. Так вот, казалось, что это останется в прошлом, но на самом деле нет. И, например, 2023-й всколыхнуло какое-то запредельное количество звездных обвинений, причем еще более серьезных, чем были у Джонни. Сегодня мы обсудим топ самых громких скандалов и дел против звездных актеров, попытаемся понять, что там происходит в действительности и какие последствия подобные обвинения и громкие разбирательства за собой несут. Ну и, конечно, узнаем, кто же эти в кавычках счастливчики и за что их отменяет сейчас весь мир. Погнали! KIS4GAMERS лучшая площадка для геймеров и не только. Ведь тут вы найдете огромное количество всевозможных игр для разных платформ и сервисов. Все самые свежие новинки тоже появляются первыми на KIS4GAMERS. Плюс тут всегда по лучшим ценам можно приобрести игровую валюту, ключи, аккаунты или различный софт. Все транзакции проходят безопасно, а продавцы надежные и проверенные. К тому же любые вопросы поможет решить качественная поддержка, работающая 24 на 7. Для вашего удобства есть множество способов оплаты, а по нашему промокоду MOVIEMAKER будет скидка 10% на всем. Ссылка в описании. Ну что же, а теперь давайте поговорим более подробно о самых громких звездных обвинениях и тех последствиях, которые они влекут за собой. Так, например, в 2023 году в центре грандиознейшего скандала оказался французский актер, у которого некогда была более чем активная голливудская карьера, Жерар Депардье. Как отмечает издание «Враб», известный актер Жерар Депардье столкнулся с несколькими обвинениями в сексуально неприемлемом поведении. Стоит отметить, что еще в 2018 году Шарлотта Арну подала иск против культовой французской звезды, утверждая, что Депардье дважды издал ее в своем доме во время репетиций. Два года спустя французские власти предъявили Депардье обвинение в изнасиловании в связи с инцидентом, говорится в сообщении. Несмотря на просьбы актера о прекращении дела, Парижский апелляционный суд отказался снять обвинение в марте 2023 и начал официальное расследование против Депардье. В дальнейшем дело будет либо передано в суд, либо прекращено, добавили в ведомстве. При этом стоит отметить, что ранее в этом же 2023 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах во время съемок 11 фильмов в период с 2004 по 2022 год. Что, конечно, уже мало похоже на какую-то организованную акцию против актера и попахивает тем, что рыльца у него действительно в пуху. Правда, при этом за Депардье вступилось немалое количество его звездных коллег и даже, как это ни странно, президент Франции Эммануэль Макрон, который назвал происходящее охотой на ведьм. Он также отверг призывы лишить актера медали почетного легиона. «Я большой поклонник Жерара Депардье», — сказал Макрон в эфире французского ток-шоу. «Как президент республики и как гражданин, я говорю, что он заставляет Францию гордиться». А еще 56 французских звезд назвали обвинение Жерара Депардье линчеванием. Недавнее письмо в поддержку актера подписали целых два десятка женщин, большинство из которых были его коллегами в то или иное время. Жерар Депардье, вероятно, величайший актер, говорится в письме. «Мы больше не можем молчать перед лицом обрушившегося на него линчевания, перед лицом потока ненависти, льющийся на его личность без нюансов, в самом полном слиянии и вопреки презумпции невиновности, отчего он бы выиграл, как и все остальные, если бы не был гигантом кино, каким он является». Что же касается самого гиганта, то он, конечно же, говорит везде о своей невиновности. Актер постоянно заявлял о своей непричастности к выдвинутым против него обвинениям, заявив в открытом письме, что он не был ни насильником, ни хищником. Что же тут, как это всегда бывает, грязная и очень сложная история. Вроде как, с одной стороны, Заде Депардье в самом деле ручаются многие его коллеги, почти половина из которых женщины, но как объяснить то, что более десятка других женщин говорят примерно одно и то же и обвиняют актеров в плюс-минус одинаковых действиях, тоже непонятно. Хотя при этом, само собой, вопрос, почему только сейчас, годы, а в отдельных случаях, даже десятки лет спустя они заговорили, также остается открытым. Короче, пока что дело находится на рассмотрении суда. Посмотрим, как оно завершится. Что же касается карьеры Депардье, то он уже давно выпал из обоймы топ-актеров, не снимая, сколько бы то ни было активно, в массовом кино, так что в целом зритель как не видел его ранее, так и не будет видеть. Что не скажешь о другом нашем фигуранте, который в одночасье потерял вот просто все и похоронил свою карьеру под ворохом обвинений. Речь идет о Джонатане Майджерсе, актере, который очень быстро начал набирать обороты и числился настоящей восходящей звездой, но недолго, к несчастью, для него самого. Еще весной прошлого года стало известно, что Джонатан Майджерс задержан копами Нью-Йорка. Департамент полиции заявил, что мистер Майджерс был вовлечен в ссору со своей 30-летней девушкой, при этом пострадавшая заявила, что у нее травмирована рука, палец, а также есть раны на шее от того, что ее бойфренд скрутил ее и швырнул в машину. Сам же актер, как и его адвокаты, заявляли, что все это ложь. Более того, звезда Марвел сообщил, что это его девушка пришла в ярость, увидев у него сообщение на телефоне и преследовала его. Короче, все завязалось в очень сложную и запутанную историю, на время которой Марвел предусмотрительно решили приостановить сотрудничество с актером до дальнейших выяснений. И вот, наконец-то, результат подоспел, ведь 18 декабря стало известно, что Джонатан Майджерс был признан виновным присяжными Нью-Йорка по обвинению в том, что он напал на свою тогдашнюю девушку. Присяжные осудили восходящую голливудскую звезду после двухнедельного судебного разбирательства в суде штата Манхэттен. Прокуроры утверждали, что Джонатан Майджерс напал на Грейса Джабари в машине в Нью-Йорке в марте, в результате чего у нее был сломан палец, опухла рука и ухо. Актеру были предъявлены обвинения, включая два пункта обвинений в нападении и два пункта обвинений в преследовании. В показаниях данных в качестве свидетеля, бывшая девушка актера мисс Джабари утверждала, что Майджерс напал на нее в авто. По словам прокуроров, после того, как водитель остановился и пара вышла, Майджерс якобы схватил и бросил ее как футбольный мяч обратно в машину. Видеонаблюдение, обнародованное недавно, показало, что у пары действительно происходила какая-то потасовка возле машины, хотя помимо этого мы увидели, как уже после происходящего девушка Майджерса преследует того довольно длительное время, а также находится в клубе и выглядит вполне себе в порядке. Тем не менее, заявлять о невиновности актера тоже, честно говоря, оснований особых нет, ведь информации мы получили слишком мало. Тем не менее, суд решил, что он таки виновен, более того, сейчас Майджерсу грозит ни много ни мало год тюрьмы, после того, как 6 февраля будет озвучен приговор судьи. Пока что непонятно, станет ли актер подавать апелляцию, но что уже ясно, что Марвел окончательно разрывает с ним любые отношения, и что, честно говоря, карьера этого актера, который еще недавно числился в ряду восходящих звезд, по сути похоронена. И можно констатировать тот факт, что теперь на ней поставлен крест. Ведь, как сообщило издание Variety, Marvel Studios уволила Джонатана Майджерса после обвинительного приговора. Это вдобавок к тому, что еще весной от актера отвернулся его агент, и продвигающая его компания, он потерял ряд контрактов, и последней надеждой для него оставалась карьера в MCU. Но, увы, конечно, после обвинительного решения об этом тоже можно было забыть навсегда. Итого, сейчас в Marvel срочно переделывают весь концепт, ну а Джонатан Майджерс готовится к худшему. Заслужил ли он это? Сложно сказать. Если верить присяжным, то да. Тем более, что есть аудио, где актер уговаривает свою бывшую не обращаться к врачам. Но, конечно, мы не суд, и раздавать окончательные оценки не можем, так что просто констатируем все как есть, и перейдем к третьему фигуранту, Вину Дизелю. Да-да, тому самому главному семьянину планеты, Доминику Торетто, который тоже сейчас очень сильно влип. Ведь уже под занавес уходящего года мировые медиа всколыхнула новость о том, что на вина Дизеля подан иск в суд, причем не просто какой-то, а более чем угрожающий. Как пишет сейчас пресса, кинозвезда обвиняется в домогательствах своей бывшей помощницей, а еще в дискриминации, профессиональной мести и так далее. Аста Йоансон, бывшая помощница Дизеля, обвинила того в домогательствах, которые вроде как имели место на съемках «Форсажа» еще в 2010 году. Адвокат Дизеля при этом, конечно, заявил, что его клиент полностью отрицает это утверждение, в судебном иске «Мисс Йоансон» поданном в Лос-Анджелесе говорится, что аморальное поведение и насилие в отношении нее имело место в отеле «Сан Трейс» в Атланте во время съемок «Форсажа 5». На тот момент Йоансон была молодой помощницей Дизеля, которая работала всего чуть более недели в его компании. В иске она говорит, что когда они остались наедине в номере отеля, Дизель физически ее одолел, а также проигнорировал четкие заявления «Мисс Йоансон» о несогласии, когда начал касаться ее тела. Также утверждается в иске, что после того, как она закричала и побежала в ближайшую ванную, кинозвезда прижала ее своим телом к стене и совершил половой акт с самим собой. Йоансон говорит, что сестра Дизеля, Саманта Винсент, президент One Race Films продюсерской компании актера, уволила ее с работы всего через несколько часов после случившегося. Ей было ясно, что ее увольняют, потому что она больше не пригодится, ведь Дизель использовал ее для удовлетворения своих грязных желаний, говорится, в иске. В нем добавляется, «Мисс Йоансон чувствовала себя беспомощно, ее самооценка была подорвана, и она сомневалась в своих собственных навыках и в том, потребует ли успешная карьера от нее обмена своего тела ради продвижения вперед». Теперь иск бывшей помощницы включает в себя, помимо главного обвинения, еще и утверждение о гендерной дискриминации, незаконном возмездии, эмоциональном стрессе и незаконном увольнении. Брайан Фридман, адвокат Дизеля, заявил в письменном заявлении, что его клиент категорически отвергает это утверждение. Это первый раз, когда он слышит об этом заявлении более чем 13-летней давности, сделанном сотрудницей, которая проработала в компании всего 9 дней. Адвокат Мисс Йоансон, в свою очередь, заявила, что ее клиентка стремится привлечь Дизеля и тех, кто допустил и скрыл его насилие к ответственности за их вопиющие действия. Мы надеемся, что ее смелое решение поможет добиться долгосрочных перемен и расширить возможности других переживших подобное. Также адвокат говорит, что ее клиентка решила высказаться лишь теперь, вдохновившись движениями MeToo и TimeZap. Что же, понятно, что докопаться до правды, когда прошло столько лет, тут будет тоже довольно сложно, если только не найдется свидетель произошедшего тогда. Так что, как суд будет решать данную ситуацию, непонятно. Могло ли подобное действительно произойти? Мне кажется, что да. Правда, может быть и такое, что дама No Name по каким-то своим причинам теперь хочет насолить актеру, ну или стремиться к славе и деньгам. Так что занять чью-то сторону тут пока что невозможно, но, конечно, если ситуация будет раскручиваться, то в итоге Дизелю может достаться даже похуже, чем Джонни Деппу, который, будучи невиновным, почти похоронил свою карьеру. Итого, что у нас получается. Мы видим просто шквал более чем серьезных обвинений в сторону более чем знаменитых актеров. И это, кстати, далеко не весь список. Тут можно вспомнить еще, например, Эзру Миллера, которого тоже в середине прошлого года костерили почем зря и обвиняли чуть ли не в похищении, домогательствах и прочем, и прочем. Не знаю, если такая же тенденция продолжится и в этом году, то мы просто не будем успевать отчитываться о все новых и новых скандалах, и новых обвинениях. Но что самое печальное, что на данное время практически не представляется возможным понять, в самом ли деле богатые и знаменитые звезды пользовались своим положением для темных делишек или их просто тупо сейчас подставляют, как бедолагу Джонни. Будем следить за развитием событий, может, правда, все-таки приоткроет занавес тайны рано или поздно. А пока пишите, что думаете об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А еще переходите в нашу телегу. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. И всем пока.